Ничего не стоит заматерить, а ударить ее в полной бесконтролии. С тобой идти в отдельное путешествие какое-то по пустыне опасно. Твое настроение не зависит от ветерка или кто-то что-то сказал. Ты меня не слышишь, я тебе столько говорю. И шанса такого у тебя больше не будет. Мы работаем, молчать, минуту опять с кем-то заговорил. Он не может тебя, это особый бес подсаженный. Это не просто так. Ты же понимаешь, что я тебе говорю так, а сдержать все не можешь. Минуты опять тебя уже зажми его. Не просто руками махать. Ты все равно не размышляешься, надо сказать, что-то где-то, ничего не все остальное сделают. Тебе сказали вот это делать, а не правильно будет. Ответственность не всем, кто сказал. По-моему, мы же не в государственном масштабе работа относим рутиками. И хорошие слова слышим, а размышления никакого. Иначе бы ты спросил, у тебя света исследуете, а как это исследовать? Словно, вот оно, перед тобой. Ты же этого не знаешь совсем, как это исследовать. А вот человек заболел, как исследовать? Как? В носках таблетку ему сунуть, укол в задницу воткнуть. А вот приехал человек из Таиланда и говорит, я пришел к врачу. А он не лечит. Он разговаривает, сидит. А чего твоя болезнь? Не знаю. Он начинает все подробно у меня. Как, где, кем? Вот я военный был. Так вот. А как ешь? Да при чем тут ешь? У меня вот где болит пока, не болит. Нет. Ты ко мне пришел, я врач. И он говорит, когда подошло время лечить, а мне лечить-то уже не нечего. Я сам понял. Я понял, я заехал туда, что мне в рот сейчас брать нельзя, а я это ел. Разговаривать нельзя. Я болтал и болтал, трещал, как сорока. И он ему все это разложил, как по полочкам. Я лечить тебя не могу. Вот у нас, видел там дыбунок, Игорь, какой. Врачи ему сказали, пока этот пузырь ты не уберешь, у тебя видишь, какая квощая лисит тоже. Потеть ты не будешь, бегать не будешь. Сюда лечить бесполезно. Все сгорает. Ты умный человек, сколько он много знает. А в этом у коротого нету. Если сказали, как бесноватый делается, он кидается. Сказал, батюшка, вот я прихожу, а у батюшки священники приехали за столом. Там же жены, с женами. И говорю, она без платка. Сидят, разговаривают, без рукавки. Ну я пришел, ушел, я ей говорю, а у нас в лагере такой порядок, без рук, без рук, за стол не сядет. Батюшка говорит, понимаешь, что я к его клиентам говорю, к его друзьям. Ну это позднее, ты бы ушел, да можно, наверное, мне говорить. Я полслова оборвал и вышел, чтобы он был такой батюшки хорошим. Все он его знает заранее. И я пошел. Ну то можно сцепиться на каждом шагу. А вы спорите, нет. Где я вам не по писанию, тут я скажу. Не понял, я дальше начинаю усиленно молиться, призываю на людей. У тебя нет этого ничего. У тебя там все захламлено, вот как сейчас, где он выбирает там сучки, кривые вот такие, их никуда не поставишь, никуда. Они даже сжигать, то они не годны. У тебя опасное состояние. Голосовать за твое крещение я бы воздержался. А то батюшка решает. Ты не готов. И ты так с такой гордостью идешь, у тебя на рехвастке такой, может куда тебя угодно, то другое. И замените, у тебя есть дочери, есть сыновьями таких, у них с женой, у нее нигде мира не будет. И а то научиться от тебя обратиться, ни одна душа не придет. Ты это забудешь про это. Потому что сам ты необращенный. И я тебе это говорю, полюби к тебе, Анатолий. И когда даже мы по телевизору говорили там, я уже тебя понял, какой ты есть. И ты на помощь спешишь, у тебя добрая душа, все, но добрых там людей в аду полно набито. Они добрые. Добрые были коммунисты, фашисты, помогали друг другу. Любили друг другу, грамотные, хорошие. Они там находятся. Наше «Я» должно быть исторгнуто. А у тебя кроме «Я» ничего и нет. А я-то как раз себя не развивался. Ты ни языка никакого не знаешь. Спроси, какие там поэты, стихотворения. Я даже не спрашиваю знаний. Ничего ты этого не знаешь. Знания твои никакие. Тем более в Божественном. Ну, куда я тебя спрашиваю? Тебя родимость играет? Вообще-то такое. Понятно. Какую роль ты сыграл? Нет. Ты не вникал ни во что. Не записывал, не заучивал. Я не знаю про это. Я просто вижу по поведению. Если бы это было, ты бы по-другому себя вел. Ты идешь даже, тебе ничего не стоит на разрыв пойти, возненавидеть, говорящую тебе истину. Я по настроению вижу, как у себя начинает полыхать. Ты не вдумай на меня обижаться. Это тебе последний шанс, может быть, в жизни дается. Это ты думаешь, что я молодой, а мне там 40. А она смертная говорит, не за горами, а за пищами. Она вот рязана. Пошли убирать. Не туда пошло дерево и сразу его убило. У нас тут один был вор. Я в мордушке пошел проверять. А он сидит в моей мордушке, высыпает рыбу. Я говорю, ты все делаешь, мы приехали тут. Он себе новое поймали. Ну, первый год приехали. Ничего нету. Одна корова. Мы ходим летовкой, где найти. Капкок, ну, первый взял, приехал при нас забирает и перевесил. А это моя земля. А живет корчиной. Когда-то жил потеряете. Ну и что пошел в лес. Там дерево пошел, не туда на пеньке куриц сидит. И все разлют. Труху из него сделала. И все. Николая этого уже нету. Нету. И жалеть-то некого. Я уж всячески пытался разговаривать с таким. Ну, ты материшься. Скажи. Вот если бы была твоя мать здесь рядом, ты бы матерился? Не знаю. Нет никакой. Я бы пытаюсь. Тут дети рядом. Идешь. Ну, ты матерился? Еще лучше стало или что? Да страшными словами говорили. Ничего нельзя сделать, пока ты сам не сдвинешься. Простое дело. Молчать и размышлять. Я не просто молчать тебе сказал. А размышляй и пой про себя. Молитвы сарковные какие знаешь. Тебя на это не сводернешь. Эта дорога тебе терзием заросла. Душа твоя не ходила по этим местам. Ты не знаешь о радости пообщения с Богом. В отторжении от этого мира. Не любите мир не того, что в мире. А то, что ты говоришь, ты буквально пропитан этим миром. А когда человек обращается к Богу, понимаешь, это, как говорится, рыбу выбросить на песок. Из глубины. Все чужое. Вот ты где еще комнату такую видел? Вот в жизни своей. И не увидишь никогда. Вот это вот моя жена все написала. А то у нее комнаты зайди, вот там рядом посмотри. Она учительница старается научиться отвергнуться себя. И возьми крест. Это страдание всего, что тебя отпущено. Почему умею? Где он Бог? Я молюсь, а у меня кто другое? Нет. Ну, ты сам видишь даже по семейной жизни, по всему. Виновен ты. Я их не знаю. Не знаю, но жить с тобой просто так, это невозможно. Человек раслюпанный. Уж на что? Я все время занимаюсь этим, и я не могу прорваться через вот эту канонаду, которая от тебя идет. Мне надо сказать здесь, и тут-то неправильно, и этому-то надо подсказать, он никогда это не делал. И в это время ты трещи здесь. Поехали! Такой боевой, элит придурковатый. Зачем тебе это? Это кто-то первый сказал. Без подчиненного должен быть тихой и придурковатый. Тебя никто дигнал, ничего. Ну, скажи, что бы я тебе ни сказал, вот такой-то сказал. Жан-Поль Рихтер. Ну, ты не слыхал и не знаешь. Чтение ты теперь не заставишь это, что-то такое легонькое, еще да. Ты вчера посмотрели коротенькое покаяние, учитель. Надо так было сделать. Линейку уложила ему в руки. О, учитель, не понимает еще, и ладонь закрыл. Тебе надо меня учить быть, а не вне тебе. И склонился, и обнял. Только не показали мужские слезы. Ты смотришь, и слезы. Сколько раз я наказывал, не зная этого. Ни разу не побеседовал. А он, больной, отец или мать, на коляску успевает принести ее. Никак не успевает, потому что там дверь открывает, когда принять. А в это время он бежит со всех ног, и все равно класс уже начался. Ему некогда не дружить, ничего. Но он делает главное дело любви. Учитель случайно увидел ее, а так выдал бежу. А у тебя никакого переживания пошло. Я переживаю, хожу, думаю. Вот это еще мощная дипломатия Елены Киссельджера. Я ее обозговал на все, что пытались проникнуть. Что в это время советские думали? Как они старались через него теперь там свое установить? Как он и на это пошел? Понимаешь, нет? У тебя размышлений нету совсем. У тебя просто голова, это там булыжник. Грязный булыжник, и за ним кто-то там только не отправлялся. Я тебе говорю, я все время с народом. Представь, сорок девятый год, а здесь нет еще. Нет еще. тысячи детей. И каждому я должен подойти и найти этот ключ. Каждому. Дать задание каждому. 20 лет, а у меня 250 рабочих, 6 объектов. Я должен каждому дать мне рассказать, а я сам еще не знаю, потому что жизнь это начинается. А вот кто? Летчик. Не воздерживал такое, залетел удалючий. Он кинул буквально на меня, но не тут-то было. Операцию мне делает он. Тогда был доцент, видимо, медицинский, но теперь доктор, профессор Яков Нахманович Шорхать. И он все запомнил. Умница такой, еврей. И когда привезли меня в палату, и там студенты его зашли, и он уже 30 с лишним лет назад олят три позвоночные грыжи у меня тяжести ротарной межпозвонковой прогресски. И он говорит, там летчик, который лежал, вы всех поставили на место и сам улыбается. Сейчас, вот это несколько лет назад, год-7 назад, он все помнит, как меня привезли, надо ложиться на операционный стол, а вы сказали, пока не помолюсь, я не верю. А я сказал, молитесь, не задевайте текст, не задевайте так. И как вы стали на колени, молились, а моя ассистентка Матрена я как наобманываюсь, да сколько же можно взять щита. Он все помнит. Понятно? Он работает. Паши, считаю. давай тебе шанс каждый днем меньше и меньше шанса выступать. Тоже думай, о чем я говорю. Ты молод, тебе надо, а у тебя главное, что все время лишний. Лишний. Дело ты это, ты на перехват не побежишь. Почему? Здесь пока я рядом, скажу, жерсть еще забросишь. А так, раз, руки опять опустил. Кто там сидит? Вон вам, например, сидит. Он никогда не ждет, он перед големой. Иген, вчера должен что-то делать. А вы-то для меня все одинаковые, я не могу вас выделять, тем более, вот будущее наше еще общение будет. И вечности мы с вами встретимся. Вот он палец вчера вверху, и там еще попало, стоит и долг, и надо на провода, чтобы не упало дерево-то. Я переживаю за него, а он как сверчок, уже там сидит. Ну только господи, господи, да не оборвался, а там внизу железо одно. Ну явное дело, что он не железо, его не зовет все тело-то. Это вчера только был вверху. Сказал бы, я свободно ухожу. А здесь дал задание, говорил, что он все не так делает. А почему? А размышлять нещем. Терния в голове. Вот видать задание какое, и что-то начнешь там выдвигать свое. Сейчас нужно рубить, я покажу, как. Рубить, а там давай, где рубишь, там проволота, не по руке и поедет. А не нужды нету. Заехал и никто не видит, подумаешь там топор. Главное, что ты остаешься тот же самый. Главный враг у тебя это ты. Не жена, не дети, не детей, я, никто. Ты сам себе враг. в твоем положении сейчас, ты мне залпок вас, но в таком положении разрушенном семейной жизни можно было что-то сделать? Не знаю, не знаю, но конечно смягчить обстановку можно, смягчить. Вчера же день не вернешь. Потом несколько приезжали, разведенные, сына, бывает, но посвятение не делали. А жена нажаловалась на меня прокуратуру. А все за его меня Тимошка здесь. И местная прокуратура с милицией вот они уже и приехали. И она видимо все это посмотрела. Светлана его, Михаил Батогин. Но вдруг он ей говорит, знаешь, а она ушла там с каким-то журналистом живет, другая жизнь у нее. И она говорит, сейчас просится приехать к вам, побыть с вами. Она, ваша Светлана, которая на меня кляуза написала. да, вещь невероятная. Тем более я с ней ни разу не говорил. Ни слова. Она нашла для себя то, что я говорил с полицией, с прокуратурой. А у тебя это даже нет. Уже я говорю, тебя спорти через 5 минут. А что было? Пересказать ты не можешь. Ты в общем-то площадь вырываешь и все. Сути самой не понимаешь. не приучено размышлять. И ты уже прежним анатолием, каким мог быть, никогда не будешь. Мозги твои дырявые. Мы на этом согласились. Я тебе говорю, что залатать кое-что можно молчанием, размышлением. Вот это прочитал? Вот это возьми. Иисус есть путь истинной жизни. А что такое путь? Что путем называется просто дорога или это с большой буквы? Да и истина. И жизнь с большой буквы. Ивангел Теанна 426. Ты вот эти слова запомни, где написано, глава и сих. И ты не запомнишь. И спрашивать ничего не будешь. Вот 4 всего предложения. И ты не запомнишь. Давай. Могу говорить. Ну. Так я и приехал общаться. Так, сейчас вот это вот. Сейчас разговор окончу. Но тебе 4 места запомни. Вечером не глядь, просчитай, скажи, как он записан. Ты мне на бумажку записал? Нет, чтобы как? А это нет. Это легкая такая жизнь. Так, все, пошли, считай. Ты должен рассказать, ты даже не начинал, а уже на путь. Садись. 1 Коринфянам 3 глава 1 стих И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Толкование Высший излагал надмение коринфян внешней мудростью, но, что бы они ни сказали, мы превозносимся не этой, а духовной мудростью. Теперь показывает, что и в нашей мудрости они не достигли совершенства, а остаются еще несовершенными и говорит, что они еще ничего не слышали о предметах более совершенных. Я не знаю, что бы они считать. Это прямо в текст. Они еще не знают, они еще не занимались, этого нет. Это продолжение того, что я говорил. Мне говорят со всех сторон, придешь, и мы разговариваем, а ребятишки забегают, выбегают, и дети бегут. Я думаю, соревнуются дети там Никита или там Виктор. А ладно ли это? Я думаю, Игнатию задам вопрос. Прихожу, вас включают и не в проповедь я говорю, он в проповеди он все книги сразу выписан получил, читает, а именно то место, где я об этом говорю. Детям в данном случае когда-нибудь соревнуется жена. Это который раз там? А чем бы я ни говорил, прихожу, включаю, сразу на первую вещь. Это мне с разных концов мира отвечает. Я никогда этого не видел. Вот представь тебе, я попросил людей, которые у нас знакомые, ходят на занятия в университете, где я иду на занятия, рассказать, написать, как они к Богу пришли, как они пришли в общем, а другие не пришли еще там, но ходят на занятия. 84 человека ответили. И ответили так, что самые близкие люди, их, не верят, что это они написали. Да это Игнатий вам диктовал, я бы в этом месте был в это время. То есть они все это восприняли. И не просто так. Вот она пишет, я была у Кришна июйтов, сектантов разных. Она ищет, студентка одна, и она все время прислушивается, вообрази, что это ты видишь. И слышит, две женщины говорят о Боге. Я говорю, а в том, что переполнены, я кое-как поближе. Что они говорят, я не все понимаю, а разумная такая. И одна вышла. Когда вышла, я говорю, Кришна, вы сейчас о чем говорили? Это занятие в техническом университете. Как занятие? Божественное. Ну да, по Библии. Да, как-то занятие. Ну, у нас, говорит, торник, пятница, в 16.00, два часа, аудитория, 410-й, корпус В. Я говорю, все как отпечатано. На следующий день она пришла, она нашла аудиторию, стоит в коридоре, и она слышит, о чем я говорю. Я говорю, о втором пришествии Христа. И она дверь открывает, аудитория большая, 410-я, занятая. И в первой скамейке на меня женщина взглянула, встала и пошла на последнюю скамейку, вместо своего дела. Как это может быть? Я говорю, встань. И вдруг мы перестали говорить, посмотрели на меня и начали отвечать. У меня было семь вопросов. В каком порядке у меня были, вы в том порядке начали все мои вопросы отвечать. Это понятно? Что у нее в душе варит отвориться? Она уйдет сразу с университета. это не просто так, это все отпечатано. И как это может быть? От меня ничего не зависит. Это Бог. Вот этот человек, этот фотокорреспондент, я вам себе сколько фотографий он принес, фотографировал. И здесь все написано. Алтайский край деревни, потеряю его печать. И здесь фотокорреспондент Владислав Галенко. Каждая фотография подписана. Будешь не подписывать? Ну, просто истинную статью. Я не буду. Я дал и все. Вот он научил меня здесь. А теперь, какие статьи он пишет? Это в 91-м началась, потеряя класса, в 89-м он приезжал. Нет, где-то, ну, можно даже ездить. Вот этот корреспондент местного района. И он на нас пишет статью за статьей. Его замещает Краевая. Его сразу туда перевод УВД. УВД Края. А тут он где-то был. Теперь пишет опять приезжает к нам статью, замещает Москва. Вызывает в Москву, и теперь он в Москве. он весь здесь и он был как раз здесь. И не просто приехал, а подарки сделал. В прошлых лет фотографии цветные. Это пример-то какой? Я ему дал слово, сказал, у нас есть люди при митрополите Сергеем. И он немножко улыбнулся, сказал пару слов и сел. Ему есть что сказать. Вот фото корреспондент. Это пример. Пошли дальше. Хорошо сказал, не мог, дабы не подумали, что он не говорил им о более совершенном по зависти. Я потому не мог говорить с вами, как с совершенными, что вы все еще занимаетесь плотским. Все. Я не могу о более совершенном с тобой начать говорить. Павел говорит им. Потому что мы плотские, совершенные склозь человек. По плотским ты можешь отремонтировать пилу, что-то сделать, магнитофон. А в духовном плане они для тебя нет. В этом разговоре ты пиши, не сидишь, а что мне разговаривать? Да когда разговаривают еще про каноны, которые нарушаются, да говорят о самых высоких материях, что открыто редким людям было, никаким, как Макадий Александрийский, это один человек, а их житий сколько? Ты точно скажи, казнят тебя, если ты не скажешь, казните, не знаю, и Осипов не скажут, а я насчитывал все до одного, и 1173, 1173 биографии, и во время ответа я должен знать, какой именно стих там, изнутри эту биографию показать, а там такое, люди, когда в церкви причащаются там с причастием, с причастием, а вот в это время это видит, по храму вносятся черные эфиопы, демоны, черти рогатые, и священник дает причастие, а причастие до рта не доходит, а эти демоны толкают в рот уголь ему, а причастие, причастие, как здесь ремангельско, рукой вносится в райский, это в алтарь, в одном только житий на 1173, так это Дмитрий Ростовский сказал, а если бы не сказал, я бы этого не знал, доход бы умолчало многом, я их насчитывал все до одного, показывал уже, как из 12 книг 1173 выбрал первый век, потом второй век и отдельно все они, это работу никто никогда не делал, это в развернутом виде история церкви была впервые показана, и что-то меня повысили, нет, награду дали, нет, а почему я и не думал об этом, а как получилось, не знаю, а книги-то не все в руках, они насчитаны, а в насчитанном теперь, определи в каком веке он где был, за этим-то какая работа, да пленки-то три размера, 250, 375 и 525 метров, а вновь звучание там 3 часа, 8 часов 40 минут, а тут 12 часов, и дорожки-то 4, и как с оригинала, то с того на это все, все давно записывали, раз дорожку в щил, закончилась бумажка, и ни одной ошибки, вот таким, как ты дал, я говорю, магнитофоны включенные, пленки уже идут готовые, напишите, они написали, пленки 4, чистые написали, и отправили куда, в Среднюю Азию, там получили лечение, а что они это делали, это я не знаю, другой, человек с высшим образованием, трудится на диссертации, я дал ему берегки, говорит, ты вяжи, отвези туда, он приехал, пока привезет, а затянул, все на узлы, я говорю, не берег, это такая редкая у меня, я ей пользуюсь, он развязать не может, он взял нож, где узелки сделал, там все отвезли, мне приносит, дурак, этого не сделает, один пришел, принес шкурку, от ягненка, шапку шить, в одной шапке, хватит или нет, каракули, рассказ такой есть, можно шить одну шапку, можно, он вышел-то и думает, как он быстро согласился, шкурка небольшая, шкурка, ягненка, дальше к кучерявому уже не будет, и вернулся, говорит, а две шапки можно, он говорит, и две можно, хорошо, что я надеюсь, две две шапки будет, пошел, его опять заедает, и он остановился на пяти шапках, а когда будет готово, посмотрел, говорит, через две недели, он пришел, показывает, там, каждую шапку, такой кулащок, сумка, а что это, вот и заказал, ну, Анатолий, а ты же заказал, пять шапок, ну, маленькая шкурка, я и сшил тебе, ну, я думал, это большие, ну, как они большие могут, кашкурка маленькая, ну, и что он получил, он получил, пигу под нос, и что он дурак на весь мир, тогда звание дурак, причем не дорос, применяй это к себе, я когда считаю, а это я мог промахнуть, если так, хорошо, что я будем это узнал, понимаешь как, я тебя спрашиваю, а почему никто до этого не сделал, потому что, событие, допущен, канон Андрея Криско, тысячу сто лет, тысячу сто лет, во всех храмах считается, каждый год, почему считается, в то время житье Марии Египетской, в жизни, в которой ни одного дня не было, евангельского, почему не Мария Магдалины, почему этот вопрос никто не ставил, я их поместил в биографию, отпечатывал и показал, сравните они рядом, какое число, Евгения Ростовская, да буквы одинаковые, и все согласились, согласились, да, почему до этого никто не сделал, и потом учиться там нечему, вот она 47 лет была, в пустыне, вот она там голая, бегала, корешками, где в Евангелии написано это, не надо, ты еще не дослушал, не подумал, уже руку тянешь, не поднимай больше руки, пустышка, и вот, когда это было показано, тогда стали задуматься, почему этот канон, считаемый патриархами, никто не разобрал ни разу, я в университете и разбирал его, мне вошло на это, наверное, не один месяц, а его считают, канон, на пятой неделе, за один день, не за один день, за одно богослужение, 220, кажется, событиями библейских, да какие события, когда Библии в руках не было, ты одно событие разъясни, еще не понятно, что мы тараторим только, и ничего этого нету, а это написано для оглашенных, я стал думать, почему архиепископ, и вдруг я нашел, нашел, он анапему дал, 6-му сиреновскому собору, анапему, и он когда помнился, что я сделал, называется, дезавуируй, то есть родительскую подпись, защеркнул, и тогда канону допрышил, как 50-й салон Давидов, помилуй меня Боже, чужую жену отнял, и хозяина угробил, лучшего охранника своего, полковника, это каково ему было, да его еще опасался пророк, в виде притча, омечки там сказал, иначе башку снес бы, попробуй Сталину скажи, что-то трубки моей нет сегодня, ну Сталин трубку курил-то, вешал приходит, товарищ Сталин, да не надо, ловеньки, Павлович, я нашел ее, я на улице гулял, в карман пересунул, и там она нашлась, о, а у нас уже пятеро осознали, что украли, пятеро, это пытки, это костолома, вот я о чем тебе рассказываю, везде у учителя наши, посмотри сколько книг, вон Добротовюга, ты взял ее хоть раз, будете зайти в ней, ты посмотри, Володя подарила, она была Райхан, и в интернете с нами встретилась, мусульманка, она была в свидетели Ягова, и обратилась, приняла крещение, и через нее уже, в семье пришло 11 человек, кто еще из тебя придет, и она говорит, ну смотри какая я есть, вы же мне говорить-то не даете, Игнатий Тихонич, и Добротолюбие я тоже читал, понимаешь, тебе нельзя думать, ну все я не думаю, все, теперь я замолчал, да, ну вам здоровья, что ты сюда можешь море загнать, я тебе говорю, Райхан, осталась теперь Рахиль, одного внука Марка вызывает, другой Руфин, она библейские все имена, я ей говорю, не езди сюда, нет, отец Игнати, да если умрете, я с вами не срещу, среди зимы прикатила сюда, я не жалею, а почему вы молитесь за нее, какие-то знамения, чтобы, ой, пророков, а уже пророков не понимал, это о ней или нет? Нет, не о ней, я за вами напоминаю, это она вязан, что они пришли, вот которые люди, а это те, которые находятся еще там, там, из мусульмана, видишь, как тебя раздирает сразу, а ты бы услышал, я даже благодарен и рад, сейчас не остановлюсь, я не с тобой разговариваю, а с тем, кто в тебе, закрой вот так, вот и так, дважды, попробуй, он будет отбрасывать руки твои, наступил момент все это сказать, и ты это показываешь, у нас был этот разговор со старобряцами, ну, старобряцами не такие, но когда они тут начали, пакости делать, и все говорят, это они такие, вот, то есть они доказали, какие они есть, не я доказал, а они, а мне зачем доказать, я сказал, что это самое свирепое общество, они все время кого-то дожили грызти, между собой нигде мира нет, нигде, это не просто так, это надо наблюдать, это надо наблюдать, это быть, на стройке я работал, вот такие, как Володя сейчас это делает, написал на картонке, скотча-то не было, я еду на велосипеде разглянул, и дальше, вручу на велосипеде, и поэтому, ни один, ни два, с баптистами беседовали мы, на тему второго пришествия, восхищения церкви, баптистов собрали там, самых крепких, они четыре места, но они любят Библию, не трогая, никакой книги православной, я на память, только цитировал, на память, 72 места Библии, и не просто стих, а бывает целый пакет, конечно, они были все сражены, и тогда у них, я был тогда старший преседитель, как епископ, он встал и говорил, а мы как в пять утрат, когда закончили беседу, ну что, надрали нам, говорит, да, я перехожу в православие, и стал священником, в другом месте я говорил, 450 человек, преседитель встал и говорит, мы все готовы сегодня принять православие, почему, это дух святой делает, и когда говоришь, а ты места ему не даешь, не даешь, а меня туда привезли, и знать не знал, другая страна, Бог делает это, и себя еще приписать ничего не могу, у меня нет образования, ни гуманитарного, ни религиозного, у меня есть любовь, но к Христа я сижу, 58 лет, кого люблю, другое, сейчас попробую ничего не говорить, ничего не получается, прямо, лучшее наказательство, что это не ты, молись о вызнании этого страшного духа болтовни, они разной специальности имеют, попробуй, и ничего не получится, и тогда будешь поститься и молиться, давай, но как же они, будучи плотскими, совершали знамения, действительно, они были таковы, как и в начале сказано, но можно и знамения творить, и в то же время быть плотским, вот и все, видите, по теме это все, о чем я сейчас говорил, знамения делать, что делать, канонизировать Матрону, и они плотские, Матрона, и там, сейчас, биографию ее прислали, когда вам будет трудно, вы приходите ко мне на могилку, меня за пяточку подержите, она ненормальный человек, не ко Христу, к Матроне, она слепая, со старинностью сейчас, она сейчас пишет, что вранье страшное, они уж не знают, в гейстерам там, ну, ложь одна на лжи все, она еще не знала, я на душах Богу, ты не пришла по Евангелию, это мало тебе? По Евангелию приведи, расскажи, и Дух Святой положит на сердце, и будет ответить, у меня, я не могу назвать, даже страну, где переписываюсь, чтобы люди не говорили, я только об этом подумал, прихожу, а у меня ответ как раз открывается там, моего там ничего нету, а то мы в алтаре молились, и вдруг я вас увидел, и Господь сказал, у вас ничего не получится, пока вы со мной не свяжетесь, я говорю, ты чего обманываешь, а ты тебя обманываешь, а ты со мной ничего не получишь, а ты плотской, а вот сделала, вот мы пасеку сделаем, она будет внутри кельи, все будет оттуда залетать, чистый мед, японский император будет брать, император будет брать, я увидел карту, на потолке лампочки загораются, Горбачок ответил, прислали бульдозера, пол горы, считай, снесли, и кто руководил им, Глушенко, Вячеслав, за капельной, не капельной, а в какой-то лаборатории, в академгородке, когда он сказал это все, я говорю, знаешь, а в это время он принял уже, я же монах, я говорю, готов к супаре, у тебя ничего не будет, если бы какой-то монах находит, повешенный у него там на сосне, все, и кончилось, чем ушел, в Богородище, к Киеве, к Каму, кончилось, приезжал ко мне несколько, а со вседомощью, как Никодим, и так мы сидим, пол четвертого, и фотография, у тебя опыта-то никакого нет, тебе надо только слушать и молчать, и вначале, профессор Преаборженский, Шариков говорит, слушать и молчать, набирать все, а там укатанная земля у тебя, проехали, с кем ты разговаривал, с кем ругался, это все укатанно, асфальтированно у тебя, семени прорастает, даже сейчас, во время разговора, так рукой кидайся, не надо, не надо, убери руку, размышляй, ты еще хоть сказал, эти слова сейчас, не мои, что ты хотел сейчас сказать, попытайся их удержать, я о них поразмышляю, в свете Евангелия, а при расставании, тогда скажешь, если бы я сказал, какая дурость полезла из меня, а тут ты подумаешь, подтверждение своей мысли, найди в священном писании, в святых отцах, в канонах церкви, в житиях святых, в поэзии мира, вот по пяти параметрам, и отвечай студентам, ты ни по одному параметру не ответишь, а тебя сейчас, понимаешь, нет, через язык, человек пробивает днище, корабля, и все проваливается, говорит Англатаус. У тебя днище корабля дырявое, все проваливается, пошли дальше. Ибо знамения бывают для пользы других, и потому часто совершаются и через недостойных. Вот так, знамения, вот у нас было такое, там чудо, а сколько чудес у мусульман, а сколько у буддистов, Эрнест этот, который ездит, какой-то там, у них был, умер ли там 500 лет назад, хрещеный, такая аура, называют, отбрасывает человека, силой. Я говорю, видно, лицо розовое, как кровь пульсирует, 500 лет назад, эти чудеса побольше православные. Сатана все может делать, как Антоний говорит об этом, он может и поводить, тебе дать пройти и все, чтобы только увлечь тебя в бездну. У меня было такое, размышления нет, сравнения нет, и слушать не можешь. Успевай, время остается совсем мало, ни гелку больше не понимай. Вопрос возник, запиши его на бумажку, запиши, у тебя есть бумага, и дадут тебе здесь, и при расставании мы отдельно будем беседовать. Каждый вопрос, я говорю, а сейчас нету, размысли. У меня есть вещи, о которых я размышляю годами, и не поднимаю их. И все больше и больше Бог открывает по одармому вопросу. И они внезапно открываются. И с такой радостью я однажды на креста вышел, никого не было, с кем поделиться. А ничего там всего, враг человек сделал это. Почему написано враг, теперь человек? я знаю, враг змей, враг дьявол. Простенькое слово такое. И когда оно мне открылось, я увидел, какая глубина, какая бездна не познана во мной еще. А я только Библию для интернета, для магнитопона насчитывал несколько раз, от корки до корки. До с выражением прочитать. И который переписывал, молодой человек, он приехал, я вижу, у него такое лицо интересное, он говорит, я проплакал, я считал, я и считал, то и неправильно. Неправильно считал, а записывая на пленке, он прослушал, тогда и. Вот так, еще дальше. Второй, третий стих. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ну, макриня ему ответит, да, другой, какой плотские, то у меня такое введение было, да я говорил, да я молился, да я причащался. Он говорит это, ты видишь, что по теме, о чем вы говорили, плотские. И он говорит, а они имели желание сказать, а может между собой говорили, Павел, да еще он везет, откуда он знает, я вам могу сказать, я же не знал, что сегодня считается, даже я говорю про это, ты видишь, и такое он мне говорит, это единственное место, где в Библии. И оно именно сегодня, и сегодня я с тобой начал разговор от обиды, вообще-то просто сгорал в этом. Даже рядом с тобой молиться совершенно невозможно. Никак. У меня обстановка в тюрьме, где каждый горбочист легче было переносить для молитвы, чем когда ты вот это все говоришь. Невозможно. Ты сказали, дело сразу подруга, тем более опытный такой, работяга, ты сразу взялся, все такое. Вот это так переспросил, можно, а здесь так, ну и все, какого дела. Сказал мне же уже, где поставить, поставил, и все. Посмотрели, еще не меняется. А, ты даже биг махнул, тебе это и не надо, пошел дальше. Опять, тут же опять замещание какое-то, где-то, не бросай вещи, не засыпай где-то, положил отсюда. Далее перенести, перенес, поставил. Есть руководитель. Если вот никак, ты был прорабом, когда нет, а прораб это очень сложно, если настоящий, не варю дать. Людей много, объекты разные, какое снабжение, когда закончить, что, какой материал. И каждому закрыть на день, это, закрыть, называется, сколько бы работал. Я должен обмерить, сколько материалов. Это вообще вообразить нельзя. А мне 20 лет всего. Еще ничего не знаю. И столько там на пора весил. Мог где-то кому-то и пустить. А я делал все точно по инструкции. Пошли. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Да разногласия, зависть, разногласия там. С женой, с сыном, с дятем. Разногласия. Ну не плотские ли вы? Да важно ли там речь-то шла. А теперь, они там, заливали в морду ему и все. Что со мной с ним разговаривают-то? Это Библия нам говорит об этом. Опасно идти. Для него кровь пролить как ничто. Не относится ли это ко мне? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ну, по человеческому. Так, видел, это такой опыт жизненный. Все. И бес поселяется, находит квартиру, это он полностью правит. И человек этого не знает даже. А это сразу бросается в глаза. И дальше. В тайнах христовых говорит, вы еще младенцы, поэтому я пою вас молоком, то есть простейшим учением, а не предлагал вам твердой пищи, то есть учение более совершенное. Я самое простое взял. Просредство вам все на этом закрывает. Уходим. Мы еще успеем кое-что сделать. так, верить опор. Так, верить опор. за мной, ребята. Так, щашку там сделай, я сейчас буду вылетел, а сад не еду. по-настоящему. по-настоящему. Так, по-настоящему. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...